Итак, всем привет, с вами Дабгай, мы продолжаем играть за крупа. Корпоративная у нас федерация уже имеется, и мы начали нашу борьбу с профсоюзами. Да, профсоюзы атаковали наше такое небольшое предприятие, обиделись на то, что мы не уважаем права рабочих. Но ничего, мы победим профсоюзы, мы уважаем права рабочих работать, верно? Вы же обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны, а мы продолжаем. Поехали. И что у нас по планам? Добиваем вот здесь вот Россию за Днепр. Чем образом у нас будет такой, ну, более-менее стабильный фронт здесь. Дальше они справятся. Добиваем в Африке вот здесь вот все эти территории, чтобы освободить эти армии из себя. В первую очередь надо вот здесь вот на юге добиться, и потом уже можно будет идти на север. Поэтому из вступления Франции я понял, что нам, ну, стоит отойти чуть-чуть сюда, и как-то стабилизировать фронт, потому что я, не знаю, вижу, это Конго. Здесь сделали, блядь, по миллиону дивизий в каждой провинции. А вот здесь вот рядом вот такие. Ну, и зачем такие провинции? Из-за этого нужно миллион дивизий на эти провинции. Отвратительно. Ну, что поделать? Вообще, в Казире так много таких вещей, которые очень сделаны отвратительно по провинциям. В любом случае. Здесь мы заняли все, что хотели. В Индии я решил все-таки немножко по-другому поступить. Отойти вот за вот эту линию и тоже как-то стабилизировать фронт. Вот эта же армия идет пока что сюда, куда-то. И здесь тоже сейчас как получится, так выставим фронт вот с этой стороны. И будем потом поджимать. То есть, чтобы меня дивизии стояли на нормальном фронте, а не каком-то непонятном разбросанном по грамм. Здесь кое-как мы вроде как перегруппировались. Можно продолжить наступление. Здесь ребята тоже как бы подходят. Можно потом тоже продолжать наступление, как они новые позиции займут. Потому что мы все еще сильнее. Просто нам нужно нормальный фронт поставить. И Тихоокеанские штаты одерживают победу в гражданской войне. В принципе, очень ожидаемо. Ничего для нас сильного. Вот такие вот ситуации постоянно происходят. Из-за того, что здесь отвратительные эти провинции. Просто где-то дивизия уходит случайно не туда. И вот это все происходит. Ну сейчас танки у нас вот здесь освободятся. Еще классика, которую я еще одну ненавижу. Это вот у меня дивизия взяла и встала на новый фронт, которого не должно быть. Что поделать? Теперь здесь мы занимаем позиции. Ирак, кстати говоря, не атакует. Мы, возможно, это в один момент использовать, призвав его. И здесь мы потеряли одну дивизию. Я вижу, господи, ну как меня... Эти вот горы бесят, из-за них я уверен. Что-то где-то потерялось, как обычно. Но в остальном вроде как все нормально. Давайте сделаем вот так и пополним эту армию. Давайте просто пронесем этих французов. Квертям собачьим. По крайней мере, запушим эти вот пограничные все провинции. Потому что у нас здесь есть авиация, и да. Вот так вот можем просто их сносить. Так что, знаете что? Вот эта армия. Давайте добьем вот эти провинции уже вручную. Потому что здесь фортификации. И вот на следующем уровне тоже фортификации. А потом я просто дал им приказ с третьей агрессивностью уничтожить все. Потому что Франция мне в Африке пушит, и мне это чертовски не нравится. Давайте за это запушим саму Францию. А то они что-то думают, что они могут нам пушить Африку. Представляете? И вот здесь вот, да, видите, седьмой уровень где-то были. А вот здесь вот седьмой уровень фортификации. Надо с ним поаккуратней. В скобочках надо просто так... Да, в Африке капнул по классике. Нужно просто массированно атаковать эту территорию. Не стесняясь какие-то силы привлекать большие. И авиацию использовать. И авиация, в принципе, все с этим успешно справляется. А там, кстати говоря, Италия объединилась под социалистами. Не очень для нас приятно, но в целом пофиг. Тем более они, к сожалению, все еще не в войне. Хотя в теории должны скоро войти. И мы вроде, да, полностью перебросили все силы сюда. Но здесь осталось только вот через вот эти вот фортификации мерзкие пройти. И можно будет обратно включить галочку просто безумной атаки. Осталось совсем чуть-чуть фортификаций. В принципе, я думаю, можно уже нажимать. И вроде должны мы справляться. Я думаю, знаете, что мы еще будем делать? Да, отнимать у генералов авиацию. Потому что они справляются ей отвратительно. Господи, вот что? Что случилось с фронтом? А хуй его знает, что случилось с фронтом? Один бог знает. Вряд ли даже он подозревает, что случается с фронтом в этой игре. И в Казаршизе, в частности. Надо добивать французов и идти добивать Россию. Потому что мне надоело так вот лениво не побеждать. И Тайли объявляет войну. Но у нас уже есть почти готовая армия. Вот здесь вот. И я, наверное, пойду заказывать сразу еще. Потому что нужно больше. Мне нужно больше дивизий. Против этого фронта. Ну и мы начинаем жесткую долбежку. Потому что у меня одновременно не хватает войск. Потому что я недообучал войска. Впрочем, эту ситуацию, я думаю, мы сейчас достаточно простым образом решим. Эти ребята вовсю готовы воевать. Я думаю, давайте так и сделаем. Вот так. И вот этого парня давайте сюда. Вот этого давайте сюда. Давайте сейчас сделаем все вот сюда просто. Затем фельдом. Переназначаем. Сделаем общий приказ фельдмаршала. Так нужно, чтобы фронт не посыпался. Когда мы будем фельдовски делать. Я попризывал всех в войну. Кроме... Ну нет, этих тоже ребят призывал уже. Хотя они везде. Господи, у меня почему-то нет кнопки в войне призывать всех. Хотя она должна быть здесь. И мне нужно призывать всех вручную. Ну, давайте так и сделаем. Потому что внезапно мне было бы неплохо иметь войска в битвах. Белорус так вообще... Наступление пошло, но потеряло, так сказать, фланг. И туза к ним зашли. Неприятно для них, но нам плевать. Самое главное, сейчас мы сделаем прорыв о Франции. И я думаю, этот прорыв будет идти до самого конца Франции. И не останавливаться. Нужно только набрать планирование. И... Наконец, господи, как это было мерзко и долго. Вообще вся эта война в Африке, это мерзко и долго. Чтобы я хоть еще раз, как говорится, пошел сюда воевать. Да не в жизни. Отвратительная территория, отвратительная Конго. Из-за этого все наши армии находятся вот здесь, вместо каких-то... Это не от этой армии приказ. От какой? От танковой, видимо. Абсолютно отвратительная территория. Абсолютно ноль желаний у меня здесь хоть еще раз... Кстати говоря, вот это тоже передалось в Францию, только потому что... Только потому что... Тогда, помните, перемирие было. Это вот... Ни разу еще не хочется этим заниматься. Ну ладно, мы вроде как здесь справляемся. Давайте танки отсюда заберем. Переправим их вот сюда, пожалуй, куда-нибудь. Давайте, наверное, чтобы они передислоцировались, они пешком шли. Вот сюда поставим. И пойдем просто капнем Россию и Францию одновременно. Пользуя для этого, наконец-таки, хоть какие-то свои силы. А не одну гарнизонную армию. Итак, будем мы сейчас здесь наступать. Так, у нас вот здесь вот... Я не знаю, как это получилось, но это получилось. Разберемся мы с этим окружением. Давайте туда авиацию прямо сейчас назначим на это. И будем идти мы в атаку на Францию полностью всей армии после этого. Я, блядь, просто не знаю, как этот танк вот сюда поехал, блядь, через вот эту территорию. И он еще, получается, пробился, да? Как, блядь, он тут оказался? Еще миллион вопросов без ответа. Давайте попробуем вывести его через Батуми, не знаю. Да все, он мертв, ладно. Как он там оказался, это, блядь, вопрос. Ладно. Хватит, хватит шуток. Время уничтожать Францию. Полностью и до конца. И наши танки вот сюда прибывают. Без одного танка. Потому что этот дебил зачем-то поехал черезражескую территорию. Можем начинать здесь наступление. Можем начинать... Вот здесь попробовать наступление. Должен быть успешным, да, все успешно. Ну, я думаю, справимся мы сейчас достаточно оперативно здесь. И, ух, в Африке, неужели? Наконец-таки тоже. Тоже праздник. Африканские войны почти подошли к концу. Бесконечные провинции скоро закончатся. И, да. Вообще Россия может даже успеть спасть быстрее Франции. Хотя, наверное, вряд ли. Потому что там нужно будет намного дальше идти. Тем не менее, Франция точно падает. Хватит тоже не спешит. У них огромное количество людей. И огромное количество снаряжения уже было произведено. Но мы успеваем выбивать и то, и то. И, кстати говоря, там уже полностью выбито все топливо. Интересно, за счет чего они вообще воздух самолета иногда поднимают. Да, упал Париж. И Москва тоже будет скоро. Одновременно можем наступать на два фронта. Да, мы настолько сильны. Но, да. Это потребовало нас достроить армию. И если бы мы не шли в Африку, а сразу бы шли захватывать этих ребят было бы намного проще. Но, наверное, не так интересно. А вот мы уже и в Италию начинаем входить. Можно с этой стороны контратаковать. Вот эта армия полностью освободилась. Давайте ее вот сюда. И она пойдет атаковать вот в этом направлении. Будем готовить здесь тоже контратаку. Можно вот отсюда. Но, я думаю, плевать на эту часть. И можно здесь начать наступление тоже. Хотя, почему плевать на эту часть, если они уже в Египте? Наверное, тогда не совсем плевать. Давайте бежать сюда. Вот последние французские защитники пытаются сделать хоть какой-то щит мне. Но у них не получается. Франция вынуждена падать. Да, вот оно и произошло. Стоит какие-то визик союзников. Но это уже пыль. И тут еще тоже какие-то силы есть. И тоже они добиваются. Прекрасно. Петроград тоже пал. Отлично. Только я вижу... Вот здесь вот опять какие-то приколы появились. Ну, куда у нас тут... Что за жизнь без прикола, как говорится? Отправляемся сюда. Будем заниматься сейчас ими здесь вот. Хотя я вижу сюда, они идут. Давайте... Даю им немножко приказа. Пускай едут. Нам тут линды закидывают. Все принимаем. Сколько мы уже потеряли? Кстати, не так много на самом деле. По сравнению с их потерями, это вообще пыль. Но для нас как бы не так уж и мало, честно говоря. И контратака в Африке, и... Западный, и Северный у нас успешно. Италия тоже успешно захватывается. Падение профсоюзов видится очень скоро. Здесь тоже наши войска успели прибыть. Ну да, все. Осталось лишь допушить местные СССР. Вообще тут что это? ССТР. Не социалистических, а трудовых. Получился у них союз. Но каким бы он ни был... Мы-то знаем, что на самом деле профсоюзы скрыто решили против нас восстать. Мы с ними со всеми разберемся. И вот уже итальянские профсоюзы тоже пропали. Прекрасно, прекрасно. Осталось лишь в России профсоюзы подавить. И капитализм победит во всем мире. Можно также здесь начать контратаки. Просто, ну а что нет? Все равно... Нам... Мы еще успеем, я думаю, какие-то провинции вот отсюда и отсюда захватить. Хотя может нас просто вайпнуть из-за того, что опять нас брон затроллится. Но, как говорится, такие шансы всегда есть. Мы всегда ходим по лезвию ножа. В России, кстати говоря, 7 миллионов людских ресурсов. И это с расширенным только призывом. То есть все время не могли еще бы повысить. Это, конечно, да. Да. Россия в этом моде, ну так сказать, очень честная. Это правда. А еще, чтобы сохранить самон пауэр, я делаю себе новую гарнизонную дивизию. И на этом экономлю себе с одного миллиона. Ну-ка, он обновится. Да. 400 тысяч людских ресурсов, ребята. Гарнизоны очень-очень важны, как вы можете видеть. И поскольку вроде как фронт посыпался, а мы чувствуем себя прекрасно, в отличие от того союза республик, я просто решил рашить в Екатеринбург. Ну и, наверное, это должно сработать. Плюс у меня здесь потихоньку тоже что-то захватывается, хоть я не спеша. И К будет очень скоро. А еще я, казалось бы, очистил Африку. Но и тут оказывается, что где-то здесь еще что-то высралось. Ой, как я не люблю Африк в этом моде. Впрочем, сейчас все закончится. Битва за Екатеринбург. Последняя финальная, скорее всего, битва. Может, конечно, тут еще что-то будет, но, наверное, и нет. Здесь последняя механизированная дивизия держит оборону. У них 140 организаций. 140. Что это вообще, блядь, такое? Плюс 10. Ширина фронта минус 25%. Плюс 5. Я позанимаю еще, наверное, хинцесоветники на организацию. Тут так не посмотреть, там они ниже. Типа вот эти вот. Но это какая-то дичь. То есть там, видимо, суперширокая дивизия. Сколько ты ширину фронта занимаешь? 9. Ладно. Да, это какая-то дичь. Эти дивизии. Эти бафы вообще, в принципе. Ну, ладно. Меримся. Вот, ура-товарищи. Сказали бы про союзы, но нет. Мы говорим... Good deal, sir. Наверное. И все. Война закончилась. Решаем мы сейчас судьбы. И вроде как мы закончили, по-моему, все судьбы решали. Конечно, почему-то не все у нас повыходило. Допустим, все, что мы здесь захватывали, как будто бы я должен был их все еще решать. Может быть, во время войны их пропустил, это вероятно. Но пока что мир получатся каким-то таким. Сюда мы не смотрим. Сюда желательно тоже не осмотреть. Эти судьбы именно, по-моему, не выскочили. Потому что я Францию, допустим, и Швейцарию, я доел недавно именно Францию. Да, про Швейцарию никто и не ел. Этот Франция захватил. В любом случае, ребят, с вами был Добгей. Я думаю, это прохождение можно считать завершенным. Обязательно подписывайтесь, если вы чуток не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дескрут, бусте. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.